А сейчас к нам присоединяется, чтобы обсудить ситуацию, генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, бывший главнокомандующий армии США в Европе и 7-й армии. Рад, что вы с нами, генерал-лейтенант, чтобы рассказать нам о последних событиях. Здесь много вопросов к вам. Сначала, мне интересно, не могли бы вы дать нам представление о том, где, по вашему мнению, сейчас находится эта война? Украинцы добились огромного прогресса на юге, вернули Херсон. Это после огромного и неожиданного прогресса на севере и несколько недель назад вокруг Харькова. А теперь Россия нанесла на носит удары, поражая все больше и больше гражданских целей. Как вы считаете, русские отступают в этой войне? Я не верю, что это так, Джим. Я думаю, что то, что происходит сейчас в Донбассе, в восточном регионе, то, о чем мы говорим, немного артиллерийской перестрелки. Произошел обмен городами, Украина получила еще пару территорий в пределах этого Донбасского региона и в очень-очень ожесточенных боях и нескольких артиллерийских дуэлях, но провести прорыв сложно. У Украины пока нет такой возможности для прорыва линии траншей, но она быстро набирает их. И если вы посмотрите на юго-восток, о чем мы говорим в последние пару месяцев, мы видели большие успехи Украины на западном берегу реки Днепр. Но теперь у них есть эта река в качестве естественной преграды, и каждый военачальник должен учитывать дороги, реки, мосты, особенности местности. И теперь Украина должна вести атаки через эту реку, которая в некоторых случаях шириной мили или две мили, чтобы добраться до восточной стороны, чтобы продолжать разрушать российские силы. Они делают это, проводя артиллерийские обстрелы, высокоточным оружием, нацеленное на восточную сторону против русских. Но я думаю, что мы увидим из-за меньшего дневного света и более холодной погоды боевые действия не прекратятся, но они значительно замедлятся. Но, честно говоря, Джим, с обеих сторон это все еще тяжелая борьба, и Украина продолжает завоевывать территории. С точки зрения того, куда может сместиться война, Украина не комментирует эти предполагаемые удары беспилотников, которые, как я полагаю, сейчас насчитываются до трех, по российским авиабазам на территории России. Российские официальные лица комментируют, но, опять же, не украинские официальные лица. Что это означает для вас? Можете это стать новой фазой этой войны? Это вполне может быть, Эрика, и это отличный вопрос. Я собираюсь расширить понимание этого удара с обеих сторон, как военный аналитик. С украинской стороны, в первую очередь, это был отличный удар. Но все сосредоточены на поражении целей на трех разных аэродромах. Но я бы предположил, что с общей украинской точки зрения это намного больше. Они должны сначала получить необходимые разведданные. А затем, чтобы выполнить очень сложный набор упражнений по наведению, они должны синхронизировать движение систем вооружения и электронного оборудования после того, как они оценили возможности российской противовоздушной обороны, защищающей эти цели. Я бы также предположил, что они включили силы специальных операций, чтобы определить, где были эти лучшие цели, что стало неожиданностью для русских. Если вы посмотрите на российскую сторону, с общей российской точки зрения, прежде всего, их черта номер один является гордыня. Они думают, что у них есть оборонительные возможности внутри России, далеко от линии фронта. Но они только что узнали пару раз, что это не впервые, что это не так. Это произошло с Москвой, корабль, который Украина потопила. Тогда это произошло во время атаки в Крыму. Теперь Украина ведет боевые действия в сотнях милях внутри российской территории. И не было противовоздушной обороны против того, что наносило удары по этим аэродромам. Кстати, одна из вещей, которая поражает меня, это то, что противовоздушная оборона для русских, это ракетные комплексы С-400 или С-300, которые Россия использует против гражданских целей на Украине, что означает, что они убрали их с обороны аэродромов в России. Поэтому я уверен, что сегодня утром многие очень смущенные, очень эгоцентричные российские генералы говорят, как мы позволяем этому случиться? Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Подписывайтесь на канал в ТикТоке, Ютубе, Фейсбуке и Телеграме. У микрофона Юрий Рашкин. Слава Украине и God bless America!